я приветствую всех на канале 18 соток я хочу вам показать как сделать почву чтобы можно было легко вынимать рассаду не нужно было там мочить ее отрывать и корни и так вот у нас есть проросшие семена этим семенам 4 дня сейчас будем выбирать самые лучшие самые крепкие и высевать нам понадобится с вами почва почва желательно хорошая почва должна быть плодородной вот мы будем высевать вот такому садочке значит нам нужно будет часть почвы как мы сделаем хорошую почву так вот мы взяли часть почвы и столько же возьмем перлита зачем перлит я вам потом расскажу 50 на 50 50 процентов почвы 50 процентов перлита перлите влага не застаивается так что ваши растения не будут болеть не будут черные ножки так вот мы подготовили почву теперь насыпаем судочек сколько нам надо берем небольшое количество оставляем немного чтобы можно было удобно поливать и так все готово рассаду нежелательно высевать очень густо лучше конечно тебе было свободно чтобы она не затеняла друг друга и не тянулась а так что мы делаем мы берем у меня есть пинцетик и выбираем самые хорошие росточки вот так вот они же проросли мы может можем выбрать самый лучший из них и раскладываем вот одна будет у нас 2 3 ибо вы можете просто взять высеять да и все если кто-то не хочет морочить себе голову с пророщенными семенами можно просто обычно семена замочили потом разложили их и все главное сильно семена не заглублять более-менее я помогу не высевая их просто выбираю самые лучшие какие остались у меня это вот там и лучше семена которые проросли большими корешками остальные можно выбросить либо можете сделать контрольный посев еще один судочек такой же посеять их и если вдруг что-то с этими случится вас уже будет контрольный посев сейчас мы разложим их чуть-чуть и там надо всего их пять штук я посеваю по 5 растений вот такие вот так вот разложим вот разложили бережем немножко перлита немножко земли все это смешаем снова и не очень толстым слоем все это присыпем себя заглублять не надо и сильно мелко тоже сажать нельзя почему потому что растение когда вырастет она будет у вас падать из-за того что корневая система практически будет находиться поверхностно она не будет загублена будет качели держаться только на одном корне что не есть хорошо все выравнили теперь нам остается только полить в таких случаях я не поливаю просто с бутылки а пользуюсь распылителем он равномерно увлажняет почву так как перлит плавает он уже очень легкий он не всплывает если будете поливать с обычной бутылки перлит соответственно будет весь сверху всегда поливайте таких случаях только с распылителя что перлит не всплывал вверх сейчас мы хорошо увлажним его мне кажется уже достаточно все теперь нам остается либо поставить судочек полиэтиленовый кулек и завязать его либо если у вас крышечка есть мы накрываем крышкой накрываем крышечкой и ждем с вами сходов как только семена проклюнутся мы снимаем крышку и ставим уже под свет у меня светодиодные лампы и ждем когда все семена полностью зайдут вот наша рассада уже подросла но я не стал ждать когда будут две пары настоящих листочков я специально хочу показать вам как же быстро пропектировать рассаду это рассада томата красная смородина это самый мелкоплодный сорт томата в мире соответственно и рассада в него такая меленькая не очень крупная вот так выглядит томат красная смородина вот пятикопеечная монета а сами помидорчики размером где-то с копейку соответственно и рассада в них такая меленькая так я показываю этот способ не обязательно что выращивать и пикировать этим способом только томаты либо перецами без разницы пикировать можно все любые растения цветы все 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 есть растения у которых очень тонкий стебель и очень тоненькие корешки эти корешки очень очень легко повредить так что этот способ подходит практически для любого растения который требует очень аккуратного отношения к корневой системе итак что нам нужно сделать вот есть наша рассада мы сейчас будем ее извлекать из почвы при этом мы не повредим корневую систему чем хороший тот способ что руки у вас будут чистые никакой грязи ничего размачивать не надо ничего не отрывать не вырывать все это делается очень очень быстро этим способом можно пересадить тысячу кустов за полчаса пропикировать что мы делаем извлекаем саму рассаду все падает все рушится вот смотрите все корешки вас целый единственное что не удержал в руках за неудобно камера сильно низко мне неудобно приходится наклоняться все вот наши корешки все целые все растения не ничего отрывать не нужно мы собрались вами рассаду теперь можем я слегка вытрусить при этом растение не повреждаются корневые корешки остаются все целые можно полностью не вытрушивать я хочу показать что мать и все все корешки наши все вот они все целые как видите почва театра сыпчатая перед тем как проводить эти манипуляции растения надо будет обязательно то есть почву она дать на будет посушить теперь что мы делаем берем какой-нибудь точек и набираем водички так как мы будем 20-30 их пересаживать вам нашим корешки у нас не пересохли так вот наша почва я эту рассаду оставлять себе не буду это только для того чтобы показать вам что мы делаем делаем углубление небольшое вот в одном стаканчике во втором стаканчике и сколько там сколько вас будет рассады 50 60 70 100 1000 и вот теперь нам остается только взять рассаду бросаем и смотрите не нужно ничего все это делается очень быстро извлекается очень очень быстро все не прошло даже и минуты как я все это сделал теперь берем стакан и слегка вот так сучим по нему все почва закрыла полностью теперь немножко можем прижать все три растения пересажены вот я засекал таким способом я пересаживал где-то около 30 минут тысячу штук тысячу рассады томатов можно пересадить за 30 минут руки не грязные грязи никакой нету все очень и быстро все и теперь может рассада вас спокойно лежать водички ничего с ней не случится корички намокли как вы видите не надо никакого там усилия вот я взял и ведь она смотрите хорошо отделяется не нужно ничего отделяется очень и очень легко а так вам приходится мочить ее мочите начинаете отрывать корни руки в грязи и весь стол в грязи в общем вот и такой способ это самый-самый-самый я же говорю самый идеальный ну я таким способом конечно не высаживаю рассаду я как бы высаживаю кассетах там чуть-чуть другой способ пикировки это я вам покажу чуть позже вот смотрите все довольно быстро теперь останется только политик и все этот видеоролик был снят для того чтобы показать не какая у меня рассада а именно сам способ быстрой пикировки рассады все на этом я заканчиваю оставайте нашем канале и всем хорошей рассады тем пока